Первый урок на салфетке. Дважды два – четыре. Вас заинтересовало, почему уроки даются на салфетках? Да просто на Западе встречи с будущими партнерами проводятся обычно в небольших ресторанчиках, и салфетки всегда под рукой. Чтобы привлечь людей в свою команду, чтобы они с самого начала пошли в правильном направлении, обязательно используйте приемы, о которых говорится на этом уроке. Ваши ученики будут следовать поговорке «Под лежачий камень вода не течет», а поймут, что для того, чтобы заработать много денег в МЛМ, нужно завладеть всем миром. Кроме того, они узнают, насколько важны умения работать с людьми и желание помочь начать собственное дело. Сначала напишите «дважды два равно четыре». Дальше. «Четырежды два равно восемь». «Восемь ю два равно шестнадцать». Итого, в вашей группе шестнадцать человек. Иногда в шутку мы говорим, что с человеком, который не может понять этого, будет трудно работать. Справа от столбика «дважды два четыре» напишите «трижды три равно девять». Поясняя. Здесь вы привлекаете к работе троих человек и учите их, как привлечь еще троих, чтобы стало девять. Затем рассказываете своим трем людям, как научить тех девятерых заинтересовать еще кого-то. Теперь у вас уже двадцать семь человек. А если вы проделаете эту операцию еще раз, получите восемьдесят один. Отметьте разницу между числами шестнадцать и восемьдесят один. Обратите на это внимание собеседника и спросите, согласен ли он с тем, что это весьма ощутимая разница. А затем покажите, что настоящая разница в единице. Просто каждый из ваших людей заинтересовал на одного человека больше. Обычно такой пример привлекает внимание. Продолжайте в том же духе, и результат будет еще лучше. Допустим, вы вовлекли в этот бизнес четырех человек. И теперь справа от «трижды три» напишите «четырежды четыре» и продолжайте объяснение. Давайте посмотрим, что будет, если каждый заинтересует всего лишь на два человека больше. Вы привлекаете к работе четверых и учите их, как привлечь еще четырех человек. Затем вы помогаете своим четырем людям обучать их шестнадцать человек, чтобы они могли привлечь еще четверых. Итого у вас в группе уже шестьдесят четыре сотрудника. А если спуститься еще на один уровень, их будет двести пятьдесят шесть. И снова говорите, а теперь разница стала еще больше, но... На этом этапе объяснения люди обычно уже понимают то, о чем идет речь, и даже могут, прервав объяснение, сказать. Настоящее различие в том, что было привлечено всего лишь на два человека больше. Закончим объяснение на цифре пять. К этому моменту, как правило, все уже могут мысленно или вслух следовать за вами. Теперь можно даже не использовать такие слова, как привлечение и обучение, а просто писать и комментировать. Пять и пять – двадцать пять. Двадцать пять на пять – сто двадцать пять. Сто двадцать пять на пять – шестьсот двадцать пять. Теперь разница просто фантастическая. Не забудьте только сказать, что настоящее различие в том, что каждому пришлось заинтересовать всего лишь на три человека больше. Большинство людей хорошо все понимают, когда речь идет о цифрах 1, 2 или 3. Но когда мы обращаемся к таким цифрам, как 16, 81, 256 и 625, они теряют нить рассуждения. В этом случае можно обратиться к последней нарисованной колонке. Здесь пятерка седоризирует всех привлеченных к вами людей, которые всерьез заинтересованы в создании собственного бизнеса. Чтобы найти этих пятерых, вам придется вовлечь в MLM-программу 10, 15 или 20 человек. Но сначала нужно хорошо усвоить все 10 уроков на салфетках. Вы увидите, что ваши серьезные относящиеся к работе люди прогрессируют намного быстрее, чем те, кто пришел к вам недавно и не знает этого материала. Книга научит вас работать с такими сотрудниками, и они тоже смогут достичь успеха. Обратите внимание на рисунок на странице 23. Вы привлекли к работе 5 человек, они привлекли еще 5 и так далее. Вы складываете все обведенные цифры и получаете 780 человек, намеренных серьезно заниматься этим бизнесом. Это поможет ответить на вопрос, придется ли что-нибудь продавать. Такой вопрос уже знаком тому, кто внимательно читал предыдущие страницы. И все же стоит обратить внимание вашего записейника на уроки на салфетках и объяснить, что 2х2 равно 4 и так далее до 780. В любом случае, если у вас есть 780 человек, просто использующих какой-то продукт, это уже очень много. А ведь мы еще не включили сюда одноразовых покупателей. А если у них есть двое, трое, четверо или пятеро друзей, и они могут найти 10 покупателей среди своих друзей, родственников и знакомых, то это уже 7800 покупателей. Добавьте теперь к ним 780 дистрибьюторов в вашем собственной организации. Как вы думаете, 8580 постоянных клиентов и одноразовых покупателей в состоянии сделать ваше дело подсветающим? В любом бизнесе можно хорошо заработать, если у вас много сотрудников, и каждый из них вносит в дело свой небольшой вклад. Не забывайте при этом, что вы работаете только с пятью серьезными людьми, а не с целой армией. Мы постоянно стремимся к сотрудничеству с теми, кто преуспел так же, как и мы, но в других MLM программах. Люди очень удивлены скоростью, с которой растет наша структура. Они спрашивают нас, подсчесывая затылок, что вы знаете такого, чего не знаю я? Мы спрашиваем, а сколько у вас фронтлайнеров? Фронтлайнер – это тот, кто был вовлечен в работу непосредственно вами. Их еще называют дистрибьюторами первого уровня. Чаще всего я слышу в ответ числа от 25 до 50 или больше. В MLM бизнесе есть люди, у которых более 100 фронтлайнеров. Я гарантирую вам, что после того, как вы усвоите все принципы, усложенные в этой книге, вы распустите свою группу, даже если проработали с ней 6-8 лет. Рассмотрим простой пример, который показывает, почему невыгодно иметь много фронтлайнеров. Представьте армию, военно-морской флот, военно-воздушные силы или пехоту. От рядового до высшего командного состава в Пентагоне никто не имеет больше 5 или 6 человек под своим непосредственным руководством. Правда, иногда могут быть редкие исключения. У нас есть West Point или Анаполис. Они существуют более 200 лет. Там считают, что иметь в подчинении 5 или 6 человек вполне достаточно. А теперь вы и сами сможете объяснить, почему люди, приходящие в многоуровневый маркетинг, не могут эффективно работать с 5-10 фронтлайнерами. Они просто не могут справиться. Вот почему многие из них терпят неудачу. Для работы вам достаточно 5 серьезных людей. Работая с ними, вы работаете и с теми, кто находится в группе нижнего уровня. Именно поэтому они могут обходиться без вашего непосредственного руководства и в любой момент могут начать создание своей собственной структуры. Кроме того, это позволяет сотрудничать еще с одним серьезным человеком, не теряя связь с остальными 5-ю. Некоторые программы позволяют эффективно работать только с 3-мя или 4-мя людьми. Но ни одна из тех, что я знаю, не дает возможности преуспеть, если в группе больше 5 человек. Все уроки на салфетках связаны между собой. Поэтому на вопросы, которые, возможно, возникли у вас при чтении этого урока, вы обязательно найдете ответ далее. Второй урок на салфетке. Синдром продавца-неудачника. Почему многие продавцы не могут преуспеть в многоуровневом маркетинге? На этом уроке мы поговорим о самых распространенных ошибках профессионалов, ориентированных на продажи, и о том, почему лучше привлечь к работе 10 учителей, чем 10 продавцов. Нет, это не ошибка. Я думаю, профессиональный продавец может быть очень полезен, если, как и все остальные, тщательно изучат все 10 уроков на салфетках. Многих эти слова сбивают с толку, но не забывайте, они еще не понимают, что MLM – это метод маркетинга. Мы не занимаемся вовлечением в прямые продажи, а хотим заинтересовать людей MLM-программой. Рассмотрим следующую ситуацию. Вы представляете продавцу-профессионалу высококачественный товар, а он не хочет вас слушать. Такие люди могут устроить собственную презентацию. Нам не нужно учить их продавать. Они профессионалы. Мы просто хотим рассказать, как привлекать к работе других людей, как учить их и как строить успешную развивающуюся MLM-структуру. Причем это можно делать абсолютно ничего не продавая. Если вы сможете поговорить с ними и объяснить это, а также рассказать, чем отличается многоуровневый маркетинг от прямых продаж, то их мнение изменится. Рассмотрим несколько примеров. Большинство людей, особенно продавцы, думают так. Если я хочу заинтересовать кого-то, я должен удвоить усилия. Нарисуйте один круг, а под ним второй. Сначала был один, а теперь стало два. Звучит логично, но это не так. И вот почему. Если спонсор, находящийся в верхнем круге, уйдет. Уйдет и тот, кого он привлек. Он просто не сможет продолжить работу. Вы должны объяснить своим людям, что если они действительно хотят упрочить свое положение, им придется спуститься по крайней мере на три уровня. Если спонсор ушел, а у вас еще не было никакой возможности убедиться в том, что его программа работает, работать она не будет. В конце концов, он ваш спонсор и, конечно, знает о программе больше вас. Допустим, вы здесь. Нарисуйте круг и напишите в середине слово «Я». Вы привлекли к работе Тома. Под первым кругом нарисуйте второй и напишите «Том». Соедините круги линией. Теперь, если вы оставите Тома, он не будет знать, что нужно делать, так как вы ничему не научили его. И это конец цепочки. А если вы научите Тома работать, и он привлек к работе Кэрол, вы только начинаете укреплять свои позиции. Но если Том не знает, как научить Кэрол привлечению других людей, вы опять потерпите фиаско. Нужно рассказать Тому, как ему следует учить Кэрол, чтобы она могла привлекать новых людей. Тогда она сможет заинтересовать Бетти или кого-нибудь еще. Вы прошли три уровня. Теперь, даже если вы уйдете работать с кем-то другим или уйдете в другой район страны, эта подгруппа будет продолжать свою работу. Я подчеркиваю, вы должны пройти три уровня. Если вы не сделали это, у вас нет ничего. Пройдя эти три уровня, вы получаете ключ к успешному бизнесу. Более успешному, чем в любой другой MLM-программе. Даже если не будете поддерживать связь со своими людьми. А вот что происходит с продавцом. Он смотрит на демонстрацию товаров, слушает или читает отзывы других людей. И, вооружившись этой информацией, меняет точку зрения и начинает продавать, как сумасшедший. Ведь он работал в области прямых продаж и не имеет никаких проблем при общении с посторонними людьми. Великолепно! Теперь вы можете сказать своему супер-продавцу, назовем его Чарли, Чарли, если вы хотите заработать большие деньги, не нужно продавать все самому. Вам следует привлекать к работе других. Так что же делает Чарли? Он работает без устали. Хороший продавец может привлекать к работе трех, четырех человек каждую неделю. Но вот что происходит. Люди уходят так же быстро, как и были привлечены. И если вы не работаете с ними непосредственно, а это невозможно, если в вашей группе больше пяти человек, люди оказываются без поддержки и оставляют этот бизнес. Нетерпеливый и оставшийся без поддержки Чарли не понимает, что случилось, и уходит, чтобы найти еще что-то, что можно продать. Тогда распадается и цепочка людей, привлеченных Чарли. Большинство людей, добившихся больших результатов в MLM бизнесе, не имеют опыта продаж. Они могут не быть профессиональными учителями, но большинство из них набрались опыта именно в процессе обучения. Я знаю одного из учителей начальной школы, который после 24 месяцев работы в MLM бизнесе зарабатывал более 50 тысяч долларов каждый месяц, просто рассказывая, как нужно учить других. Давайте, используя цифры, посмотрим, где Чарли допустил ошибку. Допустим, Чарли, как суперпродавец, заинтересовал 130 человек. Каждый из них привлек еще 5. Получилось 650. А всего у Чарли 780 человек. Звучит непривычно. Спросите у своих сотрудников, как вы думаете, что можно сделать быстрее, заинтересовать работой 5 серьезных людей и научить их обучить других или... Ответ. Вы учите их тому, что узнали сами, читая эту книгу. Десяти элементарным представлениям. Люди должны четко знать все 10, но сначала первые 4. Объясните им, что дважды 2 – 4. Расскажите, почему многие терпят неудачу, начиная заниматься этим бизнесом и так далее. Как вы думаете, сколько времени вы потратите на то, чтобы заинтересовать 130 человек? А сколько людей уйдет, когда привлечете к работе 130-го? Вы обнаружите, что довольно быстро теряете их. Кроме того, вы увидите, что при таком большом количестве людей снижается темп работы. Если вы объясните это продавцу, он поймет, в чем дело и скажет «Теперь я знаю, что должен делать» и примется за работу. Внимание! Вы должны сдерживать его решение. Он не понимает того, о чем мы только что говорили на этом уроке. Большинство людей в MLM все время оказывают поддержку тем, кого они привлекли к работе. Но бывает и по-другому. Новый дистрибьютор приходит и говорит «На этой неделе у меня появилось 5 новых сотрудников». «Отлично!» – отвечаете вы, дружески похлопывая его по плечу. На следующей неделе он приводит еще пятерых. «А что же стало с первой пятеркой?» Они ушли. Нужно хорошо разобраться в причинах, называющих синдром продавца-неудачника. Это позволит понять, почему необходимо постоянно поддерживать связь с теми, кого вы вовлекли в работу. Всегда обращайте внимание своих сотрудников на то, как важно помогать новичкам. После того, как я привлек кого-то к работе, самое важное для меня – помочь ему заинтересовать кого-нибудь еще, а не искать нового человека для себя. Я больше не хочу останавливаться на этом вопросе. Мы еще будем возвращаться к нему в других главах. Из всех десяти уроков на салфетках, первые четыре самые важные. А если у вас совсем нет времени, прочитайте уроки номер один и два. Вы можете показать их кому-нибудь и объяснить, что вы добились успеха в бизнесе, благодаря информации, полученной из этих уроков. Привлечь нового сотрудника можно даже просто разговаривая с ним по телефону. В одной из программ я работал с парнем по имени Карл. Карл рассказал о своей дочери, которая живет в Теннесси и знает всех в городе. Я говорил с ним по телефону и сказал, что это просто великолепно, однако быстро добавил, что мне нужно кое-что передать ей. Я попросил Карла взять бумагой карандаш и написать «дважды два равно четыре», а также мое дальнейшее объяснение. Я предложил ему не откладываясь позвонить дочери и рассказать все это, чтобы она могла избежать ошибки и сразу начать работать в правильном направлении. Карл сделал так, как я и просил. Это сработало и пошло на пользу им обоим. Третий урок на салфетке. Четыре вещи, которые вам необходимо сделать. Сначала мы рассказали вам лишь об отдельных аспектах, которые следует принять к сведению. Затем о том, чего не нужно делать по мере того, как вы развиваете свою структуру. А теперь давайте поговорим о четырех вещах, которые необходимо сделать, чтобы преуспеть в MLM-программе. Эти четыре вещи нужно сделать обязательно. Все, кто работает в мегауровневом маркетинге и имеет доход в 100 тысяч долларов, 200 тысяч долларов или даже больше, придерживались и продолжают придерживаться этих четырех правил. Для того, чтобы помочь запомнить их, мы предлагаем вам небольшой рассказ, который вы также можете использовать при разговоре с другими людьми. Вот как начинается эта история. Представьте, что вы со своей семьей сели в машину и решили отправиться из дождливого Вашингтона в солнечную Калифорнию. Солнце Калифорнии – это та вершина, к которой вы должны стремиться, работая в своей MLM-программе. Первое, что вы должны сделать, это вставить ключ зажигания и завести машину. В MLM нет никого, кто заработал много денег, не начав работать. Количество денег, необходимое для начала работы, зависит от компании и от программы, которую вы выбрали. Сумма может колебаться от 0 до 12,5, 45, 100, 200, 500 долларов или даже больше. Второе, что вы должны сделать, это запастись бензином и маслом, товарами, так как вы хотите доехать до цели в Калифорнию. Лучше всего в MLM работает, когда вы распространяете ходовой товар. Вы продаете его, делаете новые закупки и цикл повторяется снова и снова. Это равносильно тому, что вы сами используете продукцию той компании, которую вы представляете. Не забывайте то, о чем мы говорили на первом уроке на салфетке. Не стремитесь к большому количеству дистрибьюторов. Это не работает в MLM-программе. Чтобы узнать все тонкости этого бизнеса, лучше всего работать в команде, распространяющей ходовой товар. Почти все MLM-компании принадлежат именно к этой категории. Неходовая продукция обычно распространяется в розницу или путем направленных продаж, но не всегда. Кроме того, самостоятельное использование товаров повышает вашу заинтересованность. Вместо того, чтобы тратить большие суммы на рекламу, MLM-компании вкладывают деньги в развитие производства, вследствие чего получают продукцию, качество которой намного выше той, что поступает в розничную торговлю. Третье, что нужно сделать – включить высокую передачу. Разумеется, вы понимаете, что сразу никто с высокой скорости не начинает. Все мы начинаем с нейтральной передачи. Заметьте, что речь идет не об автоматической коробке передач. Мы можем сидеть в машине с работающим мотором, но если мы не переключимся с нейтральной скорости, то никогда не попадем в Калифорнию. Чтобы машина тронулась, вам необходимо привлечь кого-то в свой бизнес. Когда вы делаете это, вы включаете первую скорость. Вам придется сделать это пять раз, чтобы привлечь к работе пятерых серьезно настроенных людей. В дальнейшем мы поговорим о том, как отличить таких людей от всех остальных. И, конечно, вы захотите, чтобы ваши люди ехали на такой же скорости. Вы должны научить их включать первую скорость путем подключения кого-то к работе. Когда каждый из ваших людей проделает это пять раз, вы перейдете на вторую передачу. А на второй передаче нужно уже набрать 25 человек. Вы рассказываете своим пятерым сотрудникам, как им научить свои пятерки попереходить на первую скорость. После этого у каждого из них по 25 человек в команде. Они едут на первой передаче, а у вас уже 125 человек. Вы на третьей. Итак, когда у вас появляются дистрибьюторы третьего уровня, вы на третьей передаче. Хотите узнать, насколько ровнее машина идет на четвертой скорости? Развивайте свою структуру дальше. Разумеется, вам хочется как можно скорее перейти на высокую скорость. Четвертая передача. Когда ваши дистрибьюторы первого уровня перейдут на третью передачу, вы будете на четвертой. Естественно, вы хотите, чтобы ваши сотрудники догнали вас. Ведь когда они перейдут на следующую передачу, вы будете ехать на самой высокой. Как переключиться на самую высокую скорость? Просто помогите своим сотрудникам, учите к людей тому, как надо переходить на третью передачу. И четвертое. Делитесь своими товарами с теми, кто едет вместе с вами в Калифорнию. Дайте им возможность увидеть выгоду от их использования. А когда они захотят узнать, где эти товары можно взять, просто поделитесь с ними. Некоторые считают, что часть работы связана с розничной продажей. Но заметьте, речь идет о четырех вещах, которые вам нужно сделать для успеха вашего бизнеса. Мы не учим вас продавать. Вам не придется продавать товары в обычном смысле этого слова. Вы просто делитесь со своими друзьями. Можете даже делиться с незнакомыми людьми. Когда они увидят достоинство вашего товара и маркетингового плана, они станут вашими новыми друзьями. Совсем не обязательно стремиться к большому количеству покупателей. Десять или даже меньше вполне достаточно. Делиться со своими друзьями, то есть розничная торговля, это всего лишь малая часть того, что мы делаем. Сочеркнув его, все равно можно доехать до Калифорнии благодаря трем первым. Но обратите внимание, если вы не выполнили пункт номер три, включение высокой передачи, и слишком много внимания уделили пункту номер четыре, то никогда не свернете с дороги, именно так делают продавцы. Вспомните уроки номер один и два. Свяжите их с тем, что было сказано выше. И вы сможете начать собственный MLM бизнес. При общении с новыми сотрудниками стремитесь к тому, чтобы в его подсознании хорошо отпечатывалась цифра пять. Все, что ему нужно, это найти пять человек, которые серьезно относятся к работе. Спрашивая у своих людей, чем они занимаются, вы можете услышать такой ответ. Я не могу найти никого, кто хотел бы заниматься продажами. Опять слово продажи. Перестаньте искать продавцов. Ищите тех, кто хочет зарабатывать 600, 1200 или 1500 долларов каждый месяц, и не хочет ежедневно ходить на работу. Вы знаете таких людей? И вы, и любой другой ответит. Конечно, все хотят иметь такую работу. Каждый бы хотел зарабатывать деньги таким способом. В неделю это занимает 5-10 часов вашего свободного времени. Но часто мы спешим сказать, что-то здесь не так. Иногда люди думают, что достаточно включиться в MLM-программу, а дальше все пойдет само собой. Но это не так. Помните, что машина, на которой мы едем в Калифорнию, не имеет автоматической коробки передач. Несомненно, вы знаете людей, которые учатся в колледже, чтобы занять определенное место в обществе. И в этом нет ничего нелогичного. Возможно, вы один из них. Вы учитесь дни, ночи, недели, годы. Но сколько сможете заработать после окончания учебы? Посвятите 5-10 часов своего времени изучению 10 уроков на салфетках. Освоив их, вы можете поделиться знаниями с другими людьми. Книга, которая сейчас в ваших руках, ключ к вашему успеху. Возможно, вы впервые слышите о концепциях многоуровневого маркетинга. Мы не ждем от вас сейчас уровня знаний, достаточного для обучения вами кого-то еще. Но не откладывайте изучение MLM. Помните, чтобы начать работу в программе многоуровневого маркетинга, вам необходим человек, который оказывал бы вам поддержку. Спонсор. Если ваш спонсор настоящий, он обязательно поможет вам работать с вашей первой пятеркой сотрудников. Заметьте, вам оказывают поддержку. Ваш спонсор научит вас, как нужно разговаривать с друзьями, когда вы будете показывать им эту книгу. Теперь несколько слов о достижениях тех целей, которые вы перед собой поставили. Когда вы подниметесь по лестнице своей MLM-программы на 20%, вам следует знать и понимать все 10 уроков на салфетках. А пройдя три четверти пути, вы должны уметь учить других, или же вы находитесь на вершине или рядом с ней, то от вас уже требуется умение учить своих людей, так, чтобы они могли учить своих. Это то, чем вы можете овладеть за относительно короткое время. Можно изучать эту книгу или слушать кассеты, посвященные этому же вопросу. Читайте и или слушайте снова и снова, и снова и снова, и снова и снова. Если вы задались целью достичь большего, и вам пришлось пройти материал 5, 6 или даже 10 раз, если вы изучали его целый год, значит вы сможете зарабатывать 2, 3, 4 или даже 6 тысяч долларов в месяц. Как вы думаете, стоит потратить на это 5-10 часов в неделю? Согласитесь, это отличный повод пойти в школу, верно? Взгляните на книги, по которым вы учитесь в колледже. Разве с их помощью можно заработать столько денег? Добро пожаловать в университет MLM. Четвертый урок на салфетке. Закладываем прочные основания. Отсутствие энтузиазма – это одна из тех проблем, с которыми может столкнуться ваш новый дистрибьютор. И если вам не удалось объяснить ему, насколько важен правильный старт, вот почему мы настаиваем на том, чтобы новички не начинали отсчет времени своей работы в этом бизнесе, до тех пор, пока не закончится их стажировка. Многие, приходящие в MLM бизнес, неправильно начинают работу. Они смотрят на лидеров, сравнивая себя с ними, и думают, что никогда не смогут достичь таких же высот. И это лишает их энтузиазма. Нарисуйте бегущих людей. Стрелками покажите, что один человек бежит медленнее основной группы, а другой быстрее. Возможно, вам будет легче, если вы обведете их кругами. Человек, стремящийся сохранить свое лидерство, будет бежать быстрее, чем тот, кому нужно догнать остальных. Но так как в этой гонке нет финишной черты, вы все можете стать победителями. В моем офисе висит цитата моего пастора. Вот она. Единственный проигравший тот, кто бросает начатое. Но для того, чтобы хорошо бегать, нужно тренироваться. Если вы работаете с новым человеком, обязательно скажите, что первое время, от двух до шести недель, он будет проходить стажировку. И только следующий месяц будет первым месяцем его самостоятельной работы. В стажировку входят чтение литературы, общение со спонсорами и другими людьми, изучение товаров, с которыми предстоит работать. В дальнейшем все это позволит правильно начать бизнес. Не позволяйте своим новым сотрудникам приступать к самостоятельной работе до тех пор, пока они не усвоят всю необходимую информацию и не станут относиться к делу серьезно. Только выполнив все эти требования, они будут готовы взять правильный старт и бороться за лидерство. Одно из достоинств уроков на салфетках заключается в том, что вы можете разделить их со своими новыми дистрибьюторами, с теми, кого вы только планируете заинтересовать. Кроме того, занятия тренинговыми программами подводят людей к самомотивации. Каждый раз, когда я рассказываю об уроке номер один, дважды два четыре, я волнуюсь, думая о тех возможностях, которые дает MLM бизнес. После того, как вы прочитаете и поймете то, о чем я собираюсь рассказать на следующих страницах, у вас появится мотивация и способность видеть новые возможности для строительства здания своего бизнеса. Заметьте, сначала строительство здания проходит долгие месяцы, прежде чем оно появится над землей. Но после этого оно начинает расти намного быстрее, по этажу каждую неделю. Представьте, насколько высоким может стать здание вашей собственной организации, и тщательно продумайте, как его сделать таким. Когда вы работали за своей первой пятеркой людей и настраивали их на серьезную работу, вы рыли котлован для фундамента своего здания лопатой. Это первый уровень. А когда каждая из вашей пятерки привлечет еще пять человек, вы будете использовать бульдозер. Вы на втором уровне, у вас 25 человек. Если же вы рассказали своим людям, как им следует учить своих людей, чтобы они могли привлечь кого-то еще, вы роете котлован экскаватором. Вы на третьем уровне. У вас 125 человек. И вы уже дошли до твердого грунта. Теперь можно начинать строительство фундамента вашего здания. Когда вы достигнете четвертого уровня, это будет означать, что фундамент построен, и ваше здание уже виднеется над землей. И теперь будет расти намного быстрее. Если вы в бизнесе уже несколько месяцев, но не видите особых изменений, не стоит впадать в уныние. Это просто значит, что вы еще не закончили строительство фундамента. И если вы остановитесь, то будете похожи на золотоискателя, который работает долгие месяцы, рыл шахту всего лишь для того, чтобы бросить ее, не дойдя до золотой жилы 6 дюймов. Теперь давайте снова вернемся к продавцу. С ним происходит то же самое. Он бросает начатое ради чего-то еще в тот момент, когда он так близок к тому, чтобы увидеть, как начнет расти здание бизнеса. До тех пор, пока вы не достигнете четвертого уровня, вы не можете ожидать каких-либо видимых результатов. Однако это не означает, что вам нужно стремиться к пятому. Если ваши фронтайнеры достигнут четвертого уровня, это будет означать, что начали возводиться этажи. На рисунке видно, как выглядит фундамент здания того, кто имеет 130 дистрибьюторов. Но заметьте, что у него все равно не будет надежного основания для здания бизнеса, если он привлечет к работе тех, кто покупает товар только для себя или оптовых покупателей, даже если у него в группе будет 780 человек. Возвращаясь к примеру о поездке в Калифорнию, можно сказать, что такой человек слишком долго едет на первой скорости и, возможно, никогда не перейдет на вторую. Выучите эти уроки на салфетках и применяйте их. Только так вы сможете двигаться вперед. Стройте свой фундамент на прочном основании, коренных породах и добейтесь высоких результатов. Когда мы дойдем до урока номер 10 «Мотивация и отношения», вы поймете, почему так важно строить здание своего бизнеса на прочном основании. Перед тем, как перейти к следующему уроку, еще раз напоминаю о том, что первые 4 урока на салфетках вам следует показать своим друзьям как можно скорее, а последующие уроки могут быть рассмотрены в любое время после того, как ваши люди начнут свою самостоятельную работу. Пятый урок на салфетке. Корабли в море. Вы работаете в этом бизнесе неделю, две, месяц или другой срок. Необходимо для того, чтобы решить, будете ли вы серьезно заниматься этим или нет. В любом случае, к этому времени вы уже привлечете к работе какое-то количество людей, и ваша организация начнет развиваться. Этот урок убедит вас в том, что работать в группе интереснее, чем с одним человеком. Почти все слышали фразу «Когда приплывет мой пароход...» не вспоминается пессимист, который шутит по этому поводу. Когда приплывет мой пароход, я буду на автобусной остановке или в аэропорту. Работая в MLM бизнесе, вы никогда не пропустите свой пароход. Если вы изучите этот урок, то когда придет пароход, вы будете ждать его на причале. Иногда я спрашиваю людей, есть ли у них шанс получить большое наследство. Реальность такова. У большинства вероятность этого равна нулю. Многие люди даже не могут попасть на пароход, но в многоуровневом маркетинге у них есть такая возможность. Это одна из причин моего волнения, когда я говорю об MLM. Этот бизнес дает людям надежду. Надежду на то, что им не придется провести следующие 30-40 лет, работая на свою компанию, просто для того, чтобы получить пенсию и уволиться. Вы замечали когда-нибудь, как люди, лишь отработав 30-40 лет и получив право на пенсию, могут уволиться и посмотреть мир, а потом живут на доходу в два раза меньше, чем раньше? MLM же дает людям реальную возможность осуществить свои мечты, и для этого им не придется работать 30-40 лет. Многие боятся начинать собственное дело, а MLM бизнес дает им возможность, ничем не рискуя, попробовать свои силы. А теперь мы расскажем, как следует поступать, чтобы ваш корабль пришел. Это иллюстрирует ваш путь наверх, в какой бы MLM организации вы ни были бы. Когда приплывет ваш корабль, вы можете заработать на любом грузе, какой бы он ни привез. Нарисуем три парохода, плывущих в море. А у края или внизу листа берег. Здесь вы будете ждать прихода своего корабля. Назовем первый пароход – золото, второй – серебро, а третий – пустота. Эти корабли олицетворяют людей вашей организацией, которым вы прямо или косвенно оказываете поддержку. Они могут находиться на любом уровне, но ниже вашего. Итак, какому же кораблю вы будете помогать добираться до берега? Пароходу – золото, конечно. Так почему же многие люди настроены на работу с пустыми кораблями? Потому что никто из них не знал раньше того, о чем говорится в этой главе. Пароход – золото – это люди, которых привлекли к работе, но потом оставили без поддержки. Возможно, они будут продолжать работу, а возможно и нет. Ведь они не знают, что здание процветающего бизнеса строится больше в глубину, чем в ширину. Пароход – пустота – это те, кто работает в MLM-программе несколько месяцев, но вам все еще приходится убеждать их, что она будет работать. Такие люди легко поддаются отчаяния. Большинство людей будут работать с пустыми кораблями до тех пор, пока не прочитают эту главу. А когда они поймут ее, то начнут работать с пароходом золота. Когда вы привлекаете кого-то к работе, он становится кораблем серебро, и теперь все зависит от того, как вы будете работать с ним. Именно от вас зависит, что привезет корабль – золото или пустоту. Когда мы говорили о пятерке серьезно относящихся к работе людей, мы говорили о пяти золотых кораблях. Все просто. Чем больше у вас кораблей, груз которых можно превратить в золото, тем меньше вам придется привлекать к работе людей, чтобы найти пять серьезных сотрудников. Вот как можно определить золотые корабли или серьезных людей. Они стремятся учиться. Они все время задают вопросы. Они просят помощи. У них есть человек, который помогает им в работе. Они волнуются за бизнес. У них достаточно знаний для того, чтобы понять, что программа будет работать, и это придает им настойчивости. Они берут на себя обязательства. Они покупают и используют те товары, которые распространяют и проводят свое свободное время, подробно изучая их. Они используют любую возможность для развития бизнеса. У них есть цели. Цель помогает идти по выборному пути. Нет обязательного требования записывать их, хотя это не повредит. Просто до тех пор, пока вы держите в голове определенные вещи, вас не оставит страстное желание достичь того, к чему вы стремитесь. У них есть список имен. Они составляют этот список, чтобы не забыть чье-нибудь имя. К примеру, вы отправляетесь куда-то, где не было какое-то время. Приехав, начинаете напрягать память, чтобы вспомнить кого-нибудь, кто живет или жил по соседству. А если у вас всегда под рукой список имен, вы, вспомнив о ком-то, немедленно заносите его имя туда. Потом, несколько дней спустя, если нужно, позвоните этому человеку. Просто смотрите список и находите нужное имя. А если бы вы, вспомнив о ком-то, не записали его имя, то, возможно, никогда бы не вспомнили о нем снова. Они вам рады. Они с нетерпением ждут вашего прихода, независимо от того, пришли ли вы по делу или просто так. Они позитивно настроены. Мы все любим находиться рядом с такими людьми, ведь их настрой передается и нам. Этот список можно было бы продолжать и еще долго перечислять признаки, по которым можно распознать золотой корабль. Единственное различие между серебряным и золотым кораблями заключается в том, что серебряный находится в бизнесе недостаточно долго для того, чтобы добраться до сути и начать относиться к делу серьезно. А теперь я хочу рассказать о трех важных словах. Если вы поймете, в чем заключается их важность, то вы поймете, что заставляет работать все MLM-программы. Вот эти слова. Интерес, вовлечение, рост. Первое, что нужно сделать, это заинтересовать человека делом, которым вы занимаетесь. Как только вы заинтересовали его, сделайте так, чтобы он включился в работу. А начав работать, человек будет стремиться к постоянному росту своего бизнеса. Вызывайте интерес к многоуровневому маркетингу, объясняя различные методы движения товаров по рынку, розничная торговля, прямые продажи, MLM, а также показывая людям уроки номер один этой книги. Вовлекайте их в работу, возьмите их с собой в Калифорнию, смотрите урок номер три. А рост придет сам с собой, когда люди поймут и начнут использовать все десять уроков на салфетках. Очень важно, чтобы те, с кем вы работаете, понимали. Когда вы приходите к ним или разговариваете с ними по телефону, вы не оказываете на них давлением, а просто хотите помочь. Когда вы звоните таким людям, у вас возникает ощущение, что их абсолютно не волнует ваш звонок. Это показатель того, что они думают, что вы давите на них. Это характерно для пустых кораблей. С другой стороны, когда вы звоните золотому кораблю, он понимает, что вы хотите помочь. Это будет чувствоваться даже по тону разговора. У пустых кораблей нет целей. Они не составляют списка имен, у них нет серьезного отношения к работе. И кроме того, они, как правило, несколько негативно настроены. Этим людям вы должны постоянно все доказывать. Знайте, что если пустой корабль пойдет ко дну, он утонет сам. А если вы работали с пустыми кораблями, больше, чем с золотыми, то подтянет на дно и вас. Вот почему мы советуем своим людям держаться подальше от пустых кораблей и работать с золотыми. Или помогать набираться опыта серебряным. Проводите почти все свое время с золотыми кораблями, помогая им развивать свои собственные подгруппы. Иногда еще не утонувшие, то есть не бросившие работу пустые корабли, а также серебряные, не превратившиеся пока в золотые, просто смотрят на вас, плывущего впереди, вместо того, чтобы звать на помощь. Если у человека бизнес не ладится, и его корабль идет ко дну, спасти положение невозможно. Вы неизбежно повредите днище. Если же люди зовут вас, хотят работать с вами, развивать бизнес, вы можете помочь им, но спасая их, вы рискуете утонуть вместе. Общаясь со своими дистрибьюторами, спрашивайте о том, как у них идут дела, сколько у них золотых и сколько серебряных кораблей, и так далее. Обратите внимание, никогда не спрашивайте своих новых дистрибьюторов, сколько они продают товаров за прошедшую неделю. Если вы так делаете, то противоречите тому, что говорили раньше, ведь вы утверждали, что им не придется ничего продавать. Ведь они просто собираются делиться товарами с друзьями, с спонсорами, и строить свою организацию. Если вы спрашиваете людей об этом, они могут подумать, что вы заинтересованы только в деньгах. Возможно, они окажутся правы. Деньги придут сами, если вы будете постоянно искать возможность помочь своим людям преуспеть. Зиг Зиглар говорит об этом так. Вы можете получить все, что хотите в этом мире, просто помогая другим людям получить то, что хотят они. Если хотите поговорить с той ЗМИ, которым вы непосредственно оказываете поддержку, то воспользуйтесь случаем, позвоните также их даунлайнерам и узнайте, нужна ли кому-то из них помощь. А затем уже звоните своему подопечному и сообщите, что разговаривали с одним из его дистрибьюторов, который чем-то беспокоен, и что вам всем нужно встретиться. Объясните сотрудникам, что вы звоните им не для того, чтобы проверить, как они работают, а для того, чтобы узнать, не нужна ли им помощь. Проверка работы сотрудников входит в обязанности менеджеров, тех компаний, которые занимаются прямыми продажами. Мы не занимаемся такой деятельностью. Мы работаем в многоуровневом маркетинге. К этому времени вы должны уже научиться понимать разницу между этими видами деятельности. Заканчивая этот урок, мы хотим обратить ваше внимание на то, что вы не пустой корабль. Если бы вы были таковым, то не стали бы читать эту книгу. А если вам кажется, что до прочтения этой книги вы были именно пустым кораблем, то возможно сейчас вы уже золотой или серебряный корабль, который скоро станет золотым. Итак, вперед! Шестой урок на салфетке. Приглашение третьего лица. Разведка – это тема этого урока, и она неразрывно связана с нашим предыдущим разговором. Проще говоря, мы называем разведкой приглашение третьего лица. Очень важно, чтобы ваши люди знали, что это такое и как этим нужно пользоваться. Поясню. Если я знаю Кэрол, то не буду спрашивать у нее, заинтересована ли она в дополнительном доходе. И вот почему. Она, возможно, хочет, чтобы я думал, что у нее в финансовом отношении все в порядке. И поэтому может ответить так. Дополнительный доход меня не интересует. На самом же деле, нужно сказать примерно следующее. «Я начал интересный бизнес, и ты могла бы мне помочь? Ты случайно не знаешь кого-нибудь, кто был бы заинтересован в дополнительном доходе?» Заметьте, что третьим лицом может быть кто угодно. Я просто спрашиваю ее, знает ли она кого-нибудь. Проведем небольшой эксперимент. Спросите у работника бицоколонки, бокалейщика, парикмахера, уборщика и так далее, знают ли они кого-нибудь, кто хотел бы иметь дополнительный доход. И понаблюдайте за их реакцией. А она может кое о чем рассказать. В большинстве случаев вы услышите «А что это за работа?» Причина такого вопроса проста. Ведь люди, желающие подзаработать, они сами. И поэтому они заинтересованы в дополнительной информации. Когда люди задают этот вопрос, не давайте им повода для серьезных сомнений. Многие чувствуют себя оскорбленными, когда им приходится идти к кому-нибудь домой. Абсолютно не представляя зачем и целых полтора часа воздушиваясь рекламу какого-нибудь товара. Некоторые компании специально учат своих людей ничего не говорить. Ваш же ответ должен быть таким. Знаете ли вы что-нибудь о многоуровневом маркетинге? Они могут ответить либо «да», либо «нет». Если ответят «да», спросите, что они знают. Поговорите в общем о MLM. Используйте углову «Введение» в MLM. Обратите внимание на главные особенности преимущества работы в многоуровневом маркетинге. А затем, если им все еще интересно, обратитесь к той программе, в которой работаете вы сами. Объясните, что всего лишь за час вы можете рассказать целую историю. Не пытайтесь вбить в людей программу где-нибудь на углу улицы или на рабочем месте. Без полного обзора темы вы, скорее всего, просто запутаете их. Если вы просто скажете «нет», этого будет достаточно для того, чтобы их запутать. А если скажете «да», этой информации не хватит, чтобы внести в обсуждаемый вопрос полную ясность. Обучая своих сотрудников, вы должны придерживаться намеченного плана, тогда никаких трудностей не возникнет. Помогая тем, кого вы привлекли в этот бизнес, вы обязательно будете сталкиваться с новыми людьми, которых тоже можно заинтересовать. При разговоре о многоуровневом маркетинге можно рассказать и о той программе, в которой работаете сами. Некоторые боятся заниматься такой работой, Причина в том, что они боятся услышать от кого-нибудь слово «нет». Это называется боязнь отказа. Рассмотрим такую ситуацию. Молодой человек впервые пришел на танцы. Он идет через зал и приглашает девушку, но она отказывает ему. Молодой человек разворачивается и уходит, решив больше никогда не приглашать девушек на танец. Он абсолютно уверен, что все видели, как его отвергли. А другой парень, если девушка не хочет с ним танцевать, приглашает другую, потом еще одну и танцует весь вечер. Чтобы победить боязнь отказа, нужно перехитрить свой разум, и тогда вы сможете вступать в разговор со многими людьми. Для этого нарисуйте себя стоящим на причале. Но помните, для того, чтобы ждать свой корабль, его необходимо сначала отправить в плавание. Причем, вы должны отправить в плавание несколько судов. Если вы отправили один корабль и считаете, что он вернется пустым, то какой смысл ждать его возвращения? Чем больше ваших кораблей в плавание, тем больше шансов, что некоторые вернутся с золотом. Именно с этими кораблями вам нужно работать в дальнейшем. Большинство людей никогда не отправляют свои корабли в плавание, поэтому в вашем подсознании нет ничего, что могло бы навредить вам. Когда вы спрашиваете человека, знает ли он кого-нибудь, кто хотел бы иметь дополнительный доход, вы отправляете в плавание один корабль. Если вам отвечают нет, я никого не знаю, вы можете сказать хорошо, но если вы случайно узнаете о ком-нибудь, попросите его позвонить мне. Оставьте ему свой телефон. Видите, вы не получили отказ. Отправив корабль в море, можно ожидать только двух результатов. Либо он поплывет, либо утонет. Даже если утонет, что из того? Ведь вы стоите на причале. А если корабль плывет, это великолепно. Отправляйте его в плавание и помогите вернуться с грузом золота. После того, как вы расскажете уроки номер 4 и 5, люди начнут делиться с вами соображениями по поводу того, как они могут стать золотыми. Ведь вы только что сказали, что работаете только с золотыми кораблями. И они хотят, чтобы вы работали вместе с ними. Воспользуйтесь их приглашением. Седьмой урок на салфетке. На что потратить время? Ниже изображен график, наглядно показывающий, на что вам следует тратить свое время. Вначале 100% вашего времени будет уходить на вовлечение людей. Но, спросите вы, разве не должен я тратить время на учебу, ведь в первые несколько недель идет стажировка? Все верно, но не забывайте, ваш спонсор поможет вам работать. Это часть стажировки. И даже когда спонсор делает всю работу, вы постепенно зарабатываете себе право тоже быть спонсором. В MLM программах вы можете оказывать поддержку кому-то сразу после того, как помогли вам. Когда вы впервые приходите в MLM, ваш бизнес это вы сами. Если хотите преуспеть, обязательно найдите и привлеките к работе пятерых ответственных людей. Возможно, придется поработать с большим количеством людей, прежде чем найдете тех, кто вам действительно нужен. Постепенно количество времени, которое тратится на привлечение новых сотрудников, будет уменьшаться. Почему? Потому что однажды вы найдете одного ответственного человека, потом второго, третьего, четвертого и, наконец, пятого. И вам уже больше не придется заниматься поиском новых людей. Учите этому свои золотые корабли. Расскажите также, как им нужно учить своих сотрудников привлекать к работе других. А когда они окажутся на третьем или четвертом уровне, то больше не будут нуждаться в поддержке. И вы можете начать поиски еще одного ответственного человека. Когда у вас появится пятерка надежных людей, тратьте на работу с ними 95% своего времени. Оставшееся время распределите следующим образом. Обслуживание покупателя из числа ваших друзей 2,5%. Семена 2,5%. Таким образом, когда ваша пятерка соберет урожай и ей не придется больше поливать и окучивать, вы сможете работать с посаженными семенами и помогать им зайти. Следует иметь в виду, что все 100% своего времени вы занимаетесь продвижением товара, что является естественным результатом работы с людьми. Это торговая часть бизнеса. Мы называем ее аукционирование. Восьмой урок на салфетке. Шипение жарящегося мяса помогает продавать бифштексы. Еще одно название этого урока, которое мы иногда используем – пламя. Представьте себя в походе. Вы без труда заметите, что если разделить полено в костре, то огонь погаснет. Снова сложите их вместе, разгорится. Поэтому, если у вас только одно бревно, у вас нет ничего. Если есть два полена, будет небольшой огонек. Когда вы положите третье полено, получите костер. А добавив четвертое, вы увидите, как вспыхнет пламя. Точно так же и с людьми. В следующий раз вы можете встретить своего спонсора и еще кого-то, например, в ресторане. Обратите внимание на то, есть ли энергия вокруг вашего стола. Если же вас не трое, а четверо, энергия будет намного больше. Мы называем это пламя или шипящая сессия. Ваша MLM-программа – это бифштекс, а всем известно, что шипение жарящегося мяса помогает продавать бифштексы. Поэтому берите одного или двух ваших доунлайнеров и идите на встречу со своим спонсором. Покажите им, что значит шипение и ждите результатов. Удобное место для таких встреч – ресторан. Выбирайте время, когда ресторан меньше всего заполнен – с 10 до до двух часов. Можно даже составить себе график, чтобы люди знали, где и когда вас можно найти в течение недели. Это выглядит так, как будто все разошлись в разные стороны, чтобы собрать дрова для костра. Если вы приведете скептически настроенного человека на такую встречу, он скорее всего станет частью пламени. А что же происходит, когда вы вместе со своими даунлайнерами говорите со скептиком? Это все равно, как вы еще недолго работаете в этом бизнесе, вас можно сравнить с фрутиком, а ваш спонсор, проработавший больше, полено. Именно с полено и тонкой веточки начинается костер. Только присутствие рядом с вами еще кого-то даст возможность увидеть различия. Кроме того, это позволит вашему спонсору использовать один эффективный прием. Поясню, я хочу донести до Джо какую-то информацию, но если говорить «Скэрол», зная, что Джо слышит это, удивительно, но люди из послушанного разговора получают намного больше информации, чем из разговора, который ведется непосредственно с ним. Еще кое-что о встрече в ресторане. Есть люди, которые любят послушать чужие разговоры. Их легко узнать, ведь они даже наклоняются, чтобы услышать чуть больше. Предупреждаю, они могут быть очень заинтересованы. После того, как ваша встреча закончилась и все собираются расходиться, задержитесь на несколько минут. Дайте этим людям возможность приблизиться к вам. Они не пойдут к столику, когда за ним сидят четыре человека. Но если вы будете один, это вполне возможно. Мы всегда начинаем встречи по мере прихода людей. А когда все собираются, сообщаем друг другу приятные новости, касающиеся работы. Да и потом говорим только о бизнесе и не решаем никаких как строить бизнес, о том как привлекать новых людей. Мы обычно заканчиваем свои встречи примерно такими словами. Просто думайте, это так же трудно, как ходить каждый день на работу. Это звучит немного заманчиво, особенно если в вашей группе есть люди, которые все еще ходят на постоянную работу и сейчас вынуждены уйти, так как время ланча закончилось. При расставании вы можете сказать им «Увидимся позже, Ник, но помни». И вполне вероятно, что он перебьет вас и закончит фразу «Да, я знаю, это так же трудно, как ходить на работу». Ник будет заинтересован в том, чтобы как можно скорее стать таким же, как вы. Девятый урок на салфетке «Мотивация и отношения». Один из самых важных уроков этой книги урок посвященный мотивации. Она даст четкое представление о том, что движет людьми. Вы узнаете, как работать со своими людьми, чтобы их заинтересовать. Напишите на листе бумаги слово «Мотивация». Нарисуйте две стрелки, одну вверх, другую вниз. Стрелка, направленная вниз, это спад мотивации. Стрелка, направленная вверх, подъем мотивации. Спад мотивации мы называем горячей ванной, а подъем величина постоянная. Поясню. Возможно, многие из вас уже бывали на встречах, цель которых поддержать мотивацию. Вы уходили оттуда воодушевленными и начинали, возможно, не в первый раз работу в своей MLM-программе. И, как правило, через пару недель или месяц весь ваш энтузиазм пропадал. Отсюда вывод. Чем горячее кажется вода в ванной, тем быстрее вы замерзнете. Я видел людей, которые несколько дней или недель спустя после таких встреч впадали в депрессию. Почему? У них была огромная мотивация, но им никто не объяснил, что и как нужно делать. Вот почему они потерпели неудачу. Даже чтение этой книги «Горячая ванна». Посещение семинаров, встречи со спонсором, изучение литературы, продвижение товаров – все это «Горячая ванна» или спад мотивации. Но это не значит, что всего этого не следует делать. Это делать необходимо. Прежде чем перейти к подъему мотивации, мне бы хотелось поговорить об отношениях к бизнесу. Представьте, что вы собираетесь поговорить с кем-то о своем бизнесе. Этот человек ничего не знает о нем, и поэтому его уровень отношения к вашему бизнесу равен нулю. А вам, для того, чтобы разговор был эффективным, нужно поднять этот уровень до 50 градусов. Если он ниже, не говорите об этом никому, иначе это приведет к падению уровня. Человек, которого вы хотите привлечь к работе, уже пришел на встречу с вами. Он раскликнулся на ваше приглашение. Ваш бизнес заинтересовал его. Когда уровень интереса достигает 65 градусов, это значит, что человек хочет стать богатым. Еще до того, как люди получают возможность научиться чему-то, они начинают рассказывать другим об этом бизнесе. Но так как они еще не знают, как управлять собой, иногда вступают в конфликты с теми, кто настроен скептически. Даже близкие родственники и друзья могут быть разочарованы, что решили работать с тем, кто просто хочет разбогатеть на них, а не с тем, кто действительно хотел бы помочь им построить свой бизнес с настоящим спонсором. В таком случае они опустятся ниже 50 градусов. Тогда вам нужно опять встретиться с этими людьми, ответить на вопросы, которые у них возникли, и их уровень возможно поднимется до 70 градусов. И в этот раз они остаются наверху чуть дольше, прежде чем вам пустятся до 50. Вопрос. Как долго вы хотели бы быть на уровне 50 градусов? Все время? Другими словами, вам нужно не прыгать вверх и вниз как мячик, а добиться постоянства. Мы знаем только один способ добиться этого, подъем мотивации, потому что это величина постоянная. Вот что такое подъем мотивации. У вас есть спонсор. Ваш спонсор, который поможет привлечь для вас новых человек, вы находитесь на уровне только 25 градусов. И снова хочу предостеречь от ошибки. Не работайте с большим количеством людей, они будут так же быстро уходить, как и приходили. Ваш спонсор помог вам найти 5 человек, а вы в свою очередь поможете тем пятерым работать со своими сотрудниками. Их 5 градусов, 10 градусов для вас. Каждый из ваших людей, находящихся на втором уровне, 10 градусов для человек привлечь 5 других, это даст возможность достичь уровня 50 градусов. Третий уровень это 20 градусов, 4 40. Чем выше, тем горячее. Вы оцените этот феномен по достоинству только тогда, когда это произойдет. И потом вы захотите, чтобы то же самое как можно скорее произошло и с вашими людьми. Уверен, они это оценят. Возьмем такой пример. Кэрол оказывает поддержку Тому, а Том Биллу. Кэрол звонит Биллу и узнает, что он на прошлой неделе нашел пятерых ответственных людей и настроен на работу с ними. Это событие затрагивает всю сеть сотрудников. Стрелка направлена вверх. Вот почему мы называем это подъем мотивации. Помогайте своим людям поддерживать их людей. А теперь одно исключение. Люди, которым вы оказываете поддержку серебряные корабль. Встречайтесь со своими людьми и помогайте им привлечь к работе друзей. И в какой-то момент вы найдете золотой корабль. Не теряйте времени, спускайтесь и начинайте работать с ним. В результате поддержки золотого корабля ваши серебряные корабли вскоре тоже станут золотыми. Иначе говоря, если под серебряным кораблем появляется золотой, то человек, который вовлек его в работу серебряный корабль, скажет, эй, лучше бы мы объединили свои усилия. Нет ничего более действенного для мотивации, чем работа с теми, кто стоит на один уровень или несколько уровней ниже вас. А еще говорят так, чтобы заставить людей быстро и результативно работать, нужно поднести не паяльную лампу к тому месту, которым они думают, а горящую свечу к тому месту, на котором они сидят. Обратите внимание, нельзя делать так, чтобы люди, привлеченные к работе, становились зависимыми от вас. Они никогда не должны попадать в такую ситуацию, иначе этот бизнес не работает. Они должны точно определить тот момент, когда им можно отказаться от вашей поддержки. Это произойдет тогда, когда ваши люди смогут учить своих людей, как использовать эту книгу в работе. Тогда они будут знать все, что необходимо для строительства сильной организации. И после этого вы сможете оставить их и уйти на поиски нового ответственного человека. Рассмотрим такой пример. Вы работаете со Сью, и вот говорите ей примерно следующее. Сью, представь, что ты солнце. Нет ничего, чтобы обладало больше энергии, чем солнце. И продолжайте. А тот, с кем ты работаешь, кастрюля с водой. Но даже если именно вы привлекали Сью к работе, не присваивайте себе роль солнца, а ее не называйте кастрюлей. Итак, в вашей группе есть солнце. В таком случае вода должна была бы закипеть. Но даже если вы поставите кастрюлю с водой в самый жаркий день, с самого жаркого года, в центре самой жаркой пустыни, все равно вода не закипит. Вода начинает кипеть при 100 градусах по Цельсию. И она не закипает ни при 80, ни при 98. Итак, если вы находитесь на уровне 100 градусов, а для эффективной работы нужно всего 50, вы можете в любое время и с кем угодно говорить о том, чем занимаетесь. Вот направление, которому нужно придерживаться. Ни солнце, ни спонсор не заставят воду закипеть. И даже если руководители всех компаний, занимающихся многоуровневым маркетингом, придут в ваш город, и придут на встречу с вами, вода все равно не закипит. Они просто помогут преодолеть 50-ти градусную отметку, а дальше вы должны сделать все сами. И помните, ваш спонсор обязательно поможет. Другими словами, вы знаете людей, которых не знает ваш спонсор. Он поможет привлечь их к работе. Как только вы привлекли кого-нибудь к работе, вы говоря образно зажгли под кастрюлей одну горелку. А когда в вашей группе 5 человек, кастрюль стоит на 5 горелках, и это еще нет своих сотрудников, температура воды 25 градусов. И когда трое из них опустятся по цепочке до третьего уровня, или когда двое опустятся на четвертый, или может быть один человек дойдет до пятого уровня, вода начнет кипеть. Любая другая комбинация приводящая к числу 100 градусов заставит кипеть вашу воду. Теперь она кипит, и солнце спонсор может он поймет, когда вы звоните им, то просто хотите помочь зажать еще одну горелку, чтобы быстрее закипела вода. Чем больше групп под вами, тем сильнее горит горелка. Во всех MLM программах, если у вас есть человек с кипящей водой, ситуация может выглядеть так, как показаны на рисунке внизу. Заметьте, у вас есть и другие люди, у которых дела идут так же хорошо. Вода закипает того, кто серьезно относится к делу и строит свою структуру вглубь. Когда вода вскипит, вы можете продолжить работать с пятью другими серьезными людьми. Не забудьте, что кастрюля может стоять только над пятью горелками. Мы говорили о таком способе построения сети на уроке первом. Если у вас 15 человек, все равно самая большая отдача тогда, когда работа ведется с группой в пять человек. Вам возможно придется привлечь к работе от 10 до 20 сотрудников, прежде чем вы сможете найти пятерых серьезных. А что же с другими? Их горелки остаются в стороне. Итак, когда кастрюля стоит на пяти горелках и вода в ней кипит, вы можете уйти на поиск новых людей. Но перед этим сообщите тем, кто остался в стороне, что происходит. Между прочим, вы можете обнаружить, что люди, которые раньше не были готовы к серьезной работе, теперь изменили свою точку зрения. Возможно, они просто выжидали и хотели посмотреть, как будут идти дела у вас. Итак, не забудьте об остальных. Десятый урок на салфетке. Пятиугольник роста. Пятерка. Магическое число для этой книги. Вот и в этой главе мы поговорим о забавном математическом упражнении, в котором используется цифра 5. Оно также способствует развитию мотивации тех людей, которым вы показываете его. Этот пятиугольник роста очень важен как показатель того, насколько быстро может расти ваша организация, если вы примете принципы, изложенные в этой книге. Не нарисуйте пятиугольник и напишите в центре слово «Я». Пятиугольник будет символизировать месяц вашей стажировки. Давайте понаблюдаем, как в следующие два месяца будет расти наша структура. Вы можете использовать любые стороны этой фигуры. Вы пришли в бизнес и за два месяца привлекли к работе пять человек, которые настроены на серьезную работу. Напишите «Два месяца пять человек у одной из сторон пятиугольника». Спустя еще два месяца, то есть в конце четвертого, ваша первая пятерка, научившись тому, что знаете вы, даст 25 дистрибьюторов второго уровня. К этому времени вы подготовите еще одну пятерку ответственных людей. Через шесть месяцев у вас сможет появиться 125 дистрибьюторов третьего уровня. Их вам дала все та же первая пятерка. Кроме того, ваша вторая пятерка ответственных людей даст 25 дистрибьюторов второго уровня. И не забывайте, что вы соберете к этому времени еще пять человек. А теперь дайте вашему собеседнику ручку и попросите нарисовать диаграмму до 10 месяцев. Напишите 10 месяцев в той колонке, где находится ваша первая пятерка. Для того, чтобы он быстрее сориентировался, результат превысит 3000. Если быть точным, он равен 3125. А теперь пройдите пятиугольник так, чтобы получился год. Для того, чтобы усилить эффект, зачеркните все столбцы, кроме того столбца, в котором содержится ваша первая пятерка. Обратите внимание вашего собеседника на то, что это все сделано одной группой, и эти люди не были связаны с теми группами, которые вы зачеркнули. Они могут зарабатывать 6000 долларов каждый месяц, или даже больше, в зависимости от того, в какой группе они работают. Главная цель этого урока показать, как важна работа с людьми, которым вы оказываете поддержку, и как важно научить их делать то же самое. А